Друзья, давайте поприветствуем сейчас с дружно аплодисментами Романа Петрова, компания IT-констракт Новосибирск. Почему я здесь? Мы находимся в Новосибирске. И по итогам 2017 года мы заняли первые места в Сибирском федеральном округе по всем трем продуктам Bittrex, по Bittrex24, облаку по Bittrex24 коробке, по управлению сайтом и, конечно, по России мы тоже заняли достаточно хорошие места. Чтобы понимать, мы купили у Bittrex продуктов на 6,5 миллионов рублей. Я не знаю, много это или мало, но, наверное, нормально. Кто мы такие и что представляет из себя компания сегодня? Нас 42 человека. За 2017 год это 60 миллионов рублей оборота. Мы представлены в городах Новосибирск и Москва. И структурно это две компании, которые занимаются разработкой и продвижением с общей единой серой системой и находимся мы в одном месте. И когда я готовился к сегодняшнему докладу, я, конечно, волновался. Мы в Новосибирске проводили тестовый прогон, и у меня есть знакомый, он бизнес-тренер, он говорит, вот ты так рассказываешь, как будто выглядит это так, вот ты сидишь там в своем директорском кресле и такой, а может быть сделать вот такое решение, да, поковырялся там в голове, а давай сделаем. Нет, каждое управленческое решение, которое мы принимали, это плод ошибок трудных, и часть из них дались нам с убытком в сотни тысяч рублей, часть из них, наоборот, дали там прибыль в миллионы рублей. И мы постоянно ищем новые решения, потому что наши конкуренты не спят, рынок не спит, рынок меняется, жизнь меняется, люди меняются, мироощущение собственника меняется, и, в общем, жизнь происходит. Какие решения мы приняли, что дало нам возможность стать на такие позиции, и как мы работаем сейчас? Первый, самый важный шаг, про который почти все говорят, но мало кто делает, я знаю по своему опыту, что делают действительно это мало, это разделение продаж. У нас отдельные менеджеры продают сайты, отдельные менеджеры продают Bittrex 24. Зачем это делать? Почему это делать? Если задуматься, то первый момент, который приходит на ум, это, конечно, то, что компетенции по продаже Bittrex 24 и компетенции по продаже сайтов, но это разные компетенции. В Bittrex 24 нужно быть бизнес-консультантом, в сайтах нужно быть там чуть-чуть специалистом по e-commerce, плюс нужно знать продукты, но с точки зрения продаж не это самое главное. Самое главное в том, что если менеджер продаж можно продавать несколько разных продуктов, и ему поступает заявка, которую он может продать некче, чем другую, то он продаст ту, которую ему продать некче, и ту, с которой он там в перспективе, может быть, заработает больше. Но его желание продать некче может не совпадать с позицией компании в том, что им, например, нужно, ну, вам, как собственник компании, нужно прокачивать вот это направление, пусть даже там его продавать сложнее. И если у вас стоит такая проблема, ну, а у нас стоит такая проблема, то вам нужно разделять менеджеров по продажам по направлениям, чтобы у них не было выбора. Если он продает Bittrex 24, значит, он продает Bittrex 24. Если он продает сайты, значит, он продает сайты, чтобы он продавал то, что ему заложено в Keeper. Второй важный момент. Мы разделили направление сайтов тоже по менеджерам. Есть люди, которые продают готовые сайты, ну, на решениях из маркетплейса, знаете, да, наверное, и есть люди, которые продают индивидуальные проекты. С чем это связано? У кого найм нового сотрудника осуществляется вот так, по щелчку пальцев вывесили вакансию, и у вас там 20 тысяч резюме, и вы выбираете лучшего? Мес рук, да? Вот один человек, у него все так. Если у вас это не так, и вам нужно долго обучать менеджера по работе с клиентами, то тем продуктом, который вы продаете, то разделив на простые и сложные продукты, вы можете нового человека легко включить, ну, в свою компанию легко включить в продажи. Например, если вы продаете сайты, если вы делаете сайты, то продажа готовых решений из маркетплейса осуществляется легко и просто. Человек приходит, говорит, я хочу сайт, ты у него спрашиваешь, сколько у тебя денег есть, он говорит, у меня есть там 53 тысячи 750 рублей. Ты ему говоришь, вот смотри, берем решение из маркета, и, в общем, счастье будет, он такой, ну все. А можно другое, можно вот еще трое. И человек вот так легко продает, и у него получается счастье. Третий важный момент – это разделение новых продаж и продлений. Если вы возьмете любую книгу по продажам, там написано, ваша задача, чтобы менеджеры по продажам не сидели на наработанной клиентской базе, а привлекали к вам новых клиентов, если у них задача привлечения новых клиентов. Разделите, сделайте так, чтобы человек, который занимается продлениями, занимался продлениями. У него будут свои KPI, у него будут свои моменты. И вот отмечу, что у нас 50% оборота дает техподдержка сопровождения веб-проектов, сайтов и порталов. Это направление, в котором нужно ежемесячно выписывать счета, ежемесячно выписывать акты, ежемесячно отправлять им к клиентам, то есть нужно поддерживать контакт с клиентом. Соответственно, этот же человек у нас продает лицензии, ну, продления, да, продает домены, хостинги, вот эту всю мелочь, которая требует регулярности. И если у нее не получается продать легко, ну, то есть отправили счет, а там сменился ответственность, что-то происходит, говорят, давайте у нас там будет тендер, давайте там наше коммерческое предложение. Она возвращает эту продажу в отдел продаж соответствующего направления, и там это уже идет как новая сделка, новый лид, но при этом это уже полноценная продажа. Ну и вот новый продукт Bitrix24 сайта, который был в лендинге. Мы на них посмотрели, у нас два направления, разработка и продвижение. Разработчики на них посмотрели, говорят, а что мы тут делать будем? Мы посмотрели, да вроде ничего как бы делать не будем, зато продвиженцам там раздолье. Вот этот блок поставь, он увеличит конверсию настолько-то, да, и лендинги у нас продают продвиженцы. У меня, да, все правильно, хороший слайд. Как это выглядит структурно? Структурно, еще раз повторюсь, выглядит это так. У нас есть отдел Bitrix24, где есть свои менеджеры по продажам. У нас есть направление сайтов, где также есть свои менеджеры по продажам, которые разделены на индивидуальные проекты и на готовые решения. И повторными продажами у нас занимается отдельный выделенный человек, который просто, ну то есть, если это повторная продажа, она состоялась. Если это какая-то сложная продажа, то он возвращает ее в отдел продаж, как новую сделку. Вот. Как мы достигнем теперь в показателях и в конкретике? Первая медалька, которая у нас была, это продажа управления сайтом. И здесь ситуация такая. У кого в этом году продажи лицензий по управлению сайтом выросли по сравнению с позапрошлым годом? Вы молодцы. А вы кто? А, Сотбит. Ну, естественно, вы продаете из маркетплейса. Я думаю, что выросли у тех, кто стал лидером. У Аспро, у Сотбит, да, то есть те, кто... Внедрили в свой отдел продаж. Ура. У нас новые лицензии не выросли. Я бы сказал даже, что они упали по сравнению с тем, что мы продавали 2-3 года назад. И мое мнение, что если вы не являетесь производителем типовых решений, как вот Аспро, Сотбит, там, кто-то еще, если у вас нет клиентов, которые покупают сопутствующие товары и там, то выйти на рынок продаж управления сайтом сейчас уже тяжело, потому что рынок, ну, как бы не растет, это, ну, мягко сказано. Зато продление всего этого добра продаются очень хорошо. Кассы, все эти налоговые дела, что нужно обновлять, новые фишки, которые выпускает Битрекс, переходы с редакции на редакцию. Там был магазин, который там с одним типом цен, потом ему понадобился бизнес, потом еще три магазина. Все это продается очень хорошо. И ваша задача взять ту наработанную базу, если она у вас есть, или наработать ее, если у вас ее нет, и превратить ее в ваш актив. Ваши клиенты должны помнить, что вы с ними, что вы о них помните, что вы о них заботитесь, что у вас им купить будет лучше, удобнее, выгоднее, проще, легче по документам, закрывающим, чем в Битрекс напрямую или у кого-то из маленьких конкурентов. Поэтому продажи бусс у нас делаются сейчас не за счет новых лицензий, а за счет, в общем, проднений, переходов и прочей вот такой вот радости. Так, дальше. Второй важный момент, который тоже связан с управлением сайтом, это продажи решений из marketplace. Они тоже у меня учтены, но вот в общей сумме, мы тоже считаем, что это все Битрекс, хотя не совсем, да. И это была, ну, прям бомба, которая выстроила несколько лет назад. Она позволила решить ситуацию, когда к вам приходит маленький клиент и начинает колпать вам мозг, что я хочу что-то очень красивое там, ля-ля-ля, а денег у него на это нет. И вы, мы наконец-то смогли перевести сайт из категории сложные услуги в категорию продукт и показать ему, смотри, вот пять вариантов, выбери, какой тебе нравится. Если никакой не нравится, слушай, ну, извини, давай у других купи что-нибудь. И эти решения продаются по-прежнему хорошо. Почему они продаются хорошо? Потому что очень много клиентов, которые сделали сайты пять лет назад, десять лет назад, они все еще считают, что этот сайт может работать, хотя на самом деле он уже там давно устарел, и как бы, и они приходят, говорят, ну, мы же вложили в них там сто тысяч рублей, там, не знаю, там, пять лет назад. Ты им говоришь, слушай, а ты машину за это время сколько раз поменял? Есть люди, которые говорят, три раза поменял. Ладно, если не прокатилось с машиной, говоришь, телефон сколько раз за это время поменял? Ну, тут уже точно беспроигрышный вариант. И они такие, ну, давай новое нарисуем. Ты ему говоришь, слушай, смотри, чтобы сейчас новое нарисовать. Google выпустил подставу, что все должно там быть соответствовать, там, по баллам набираться, адаптив, там, все это дело. Яндекс выпустил такую же подставу. Возьми готовый. Будет столько же, сколько ты раньше платил, зато все-все, как в лучших там интернет-магазинах. Люди берут, и это хорошая замена переделки сайта с нуля. Я думаю, что продажи решений из маркетплейса будут еще долго, на самом деле, быть в тренде, потому что людям реально проще покупать, когда они видят готовый продукт, чем вкладываться в непонятную разработку. А наши друзья из Google, Яндекса и Налоговой постоянно подкидывают нам новые возможности для нашего бизнеса. Когда ты думаешь, что все потеряно, уже клиентов не будет, все все сделали, тут приходит какая-нибудь радостная новость, что теперь сайты должны быть адаптивные, и ты опять на коне. И я верю в наших разработчиков маркетплейса в том, что они нам помогут быть на коне. Ну, а мы, соответственно, будем их продавать. Вот. По Bittrex 24 здесь ситуация самая интересная. То, что было с сайтами 10 лет назад, когда Bittrex там отбивался от самописных CMS и прочих всяких вещей, рынок рос как на дрожжах. Сейчас Bittrex 24 показывает такой же рост. Еще два года назад такого роста не было. Были компании, которым это надо, но малый и средний бизнес был не очень готов к этому. Сейчас CRM превратилась в такую серебряную пулю. Ты приходишь к клиенту, и если у него нет CRM, ты можешь сказать, слушай, ну это как телефона нет там, не знаю, там, ну все, то есть, как бы без этого не живут. И они берут это, и самое главное еще, что если раньше для того, чтобы внедрить Bittrex 24, ты должен был держать каких-то программистов, которые тебе долго-долго консультируют клиента, то сейчас можно именно внедрять. То есть у тебя могут быть внедренцы, которые не умеют программировать, но зато они умеют поговорить с клиентом, вытащить из него вот эту боль, сказать там 80% из того, что ты хочешь, это потом, 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 а вот давай мы тебе сейчас телефонию поставим. И люди такие, о, телефония, классно. И у них начинает это все работать, и все, и не надо мучительно там кодить и внедрять. И мне очень нравится облако. Мне нравится облако в том, что когда ты его продаешь, тебе не надо объясняться со всеми этими странными людьми, как системные администраторы, люди, которые хотят купить там сервер подешевле, да, или там неработающий какой-нибудь там Wi-Fi роутер, который ничего не работает. Поставил облако, внедрил, работает. Ну и то, о чем рассказывали Юра Николаев и Александр Седова, Bittrex 24 сейчас дает реальные инструменты для того, чтобы ваши продажи состоялись. Это заявки, это отсрочка платежа. Для нас это очень важно. Мы находимся, напомню, в Новосибирске, когда в Москве час дня, у нас уже закончился банковский день. И все ушли. Ну то есть вот как бы Москва еще не проснулась, а мы уже раньше купить не могли ничего, а сейчас можем. Вот. Ну и в итоге, как мы всего этого добились, еще раз повторюсь. Первое, что мы сделали, это разделение наших менеджеров по продуктам. Отдельные люди на Bittrex 24, отдельные люди на сайты. Дальше. Второй важный момент, то, о чем мы говорим всем нашим клиентам, когда они внедряют CRM, даже от того, что вы просто будете вести учет клиентской базы и работать с ней, вы повысите свои показатели процентов на 10. Удерживайте вашу клиентскую базу, работайте с ней, работайте с клиентами, чтобы они про вас помнили. Для людей, которые у нас прообретают Bittrex 24, для людей, которые у нас прообретают сайты, если это небольшой индивидуальный проект, если это небольшое пакетное внедрение, мы предлагаем пакеты. Например, по сайтам мы собрали все, что нужно для установки, докинули туда еще сверху, получили какой-то бешеный, вообще очень крутой пакет по установке и тюнингу готовых решений, поставили на него цену ниже себестоимости раза в два, все, мы, в общем, продаем, внедряем. Потом с этим клиентом заключаем договорное сопровождение, и в течение года он может нам заплатить сумму, сравнимую с индивидуальным проектом, но просто он платит ее постепенно и видит результат. По Bittrex 24 мы также пытаемся продавать пакетное внедрение, мы говорим, что смотри, вот внедрение за один день, хочешь, к тебе приедет человек, за один день все сделает, нам говорят, ну один день это же мало, мы говорим, ну как мало, за один день, вот тебе что надо, там пять сотрудников, там телефон подключить, открытые линии настроить, ну все сделают тебе, и люди соглашаются. И самый важный еще момент, что за 12 лет работы компании у нас там накопилось несколько тысяч клиентов в клиентской базе, и у нас единая CRM-система между всеми направлениями, в том числе между направлением продвижения, и мы можем клиентам предлагать кросс-продажи. Если клиент к нам заходит через продвижение, то, соответственно, через некоторое время ему звонит менеджер по сайтам и по битрекс 24. Если клиент заходит через битрекс 24, ему звонит там специалист по продвижению. Если он заходит через сайт, ему звонят потом и сайты битрекс 24. Вот. Ну и финальный слайд. В общем, я старался уложиться во время и готов ответить на вопросы, если они есть. Повторите вот тот вопрос, на который я как бы должен был рассказать. Как начать, да, если есть клиентская база? Да. С чего начать, если нет специалистов? Наташ, секунду. Спасибо, Ром. Спасибо большое. Повторяем вопрос. С чего начать, если нет специалистов по внедрению, но есть база клиентов? И какую помощь? Ну, собственно, тут, видимо, уже к нам вопрос. Мы можем оказать. Ага. Смотрите, я, наверное, повторюсь вот об одной очень важной ситуации. Рынок битрекс 24 – это рынок растущий. Сейчас на нем есть клиенты, которым нужно простое внедрение, приехать, телефон настроить. Есть клиенты, которым нужно просто лицензию продать, и они сами все внедрят. Есть клиенты, которым нужно на коробочной версии битрекс 24 сделать неземную красоту, чтобы их кадровая служба была довольна. Есть клиенты, которые просто хотят поклевать вам мозг, но вот им скучно. И если у вас есть клиентская база, если у вас есть менеджер по продажам, вы можете на растущем рынке битрекс 24 выбрать тот сегмент, который вам интересен, очень быстро квалифицировать ниды, ваши они, не ваши, и работать с теми, что вам интересно. И постепенно за 2-3-4-5 месяцев найти тот сегмент, в котором вы больше всего продаете, лучше всего продаете, набрать на него людей, а потом расширяться в другие сегменты или в другие направления. Ну вот мое мнение такое. Спасибо большое. Друзья, кто хочет задать вопрос Роману, поднимайте, пожалуйста, руки. У нас есть микрофон в зале. Сейчас мы еще один вопрос из приложения зададим, и после этого, соответственно, уже будем отвечать, Роман будет отвечать на вопросы из зала. Вопрос уже не один. А, вопрос уже не один. Давай тогда один вопрос из приложения, один из зала. Пойдем чередоваться. Кто продает второй сайт старому клиенту, продажник или аккаунт project manager? Второй сайт старому клиенту продает отдел продаж. Потому что продажа второго сайта старому клиенту, это мы считаем, что это второй сайт, на самом деле клиент смотрит на тебя, как на новые ворота, и ты заново рассказываешь ему то, что изменилось за эти 5 лет. Окей, спасибо. Давайте передадим микрофон. Я видел, там были поднятые руки. Друзья, я вас попрошу, представляйтесь, пожалуйста, чтобы мы знали друг друга лучше. Меня зовут Марина, компания Elephantром. Спасибо за выступление. Подскажи, пожалуйста, 6,5 миллионов – это от клиента поступление, или это обороты с битриксом? Да, просто у нас от клиентов поступление, оно по актам идет, и там сложнее считать. Давайте только с… Да, это всего то, что мы заплатили в битрикс. Хорошо, следующий вопрос, пожалуйста. Роман, скажи, пожалуйста, ты говорил про удержание клиентов, вот касательно именно облачного битрикс24, можешь выделить какие-то основные моменты, которые используются для удержания уже существующего клиента? Это больная тема, то есть получается, что клиент купил битрикс24 облачный, и самый лучший клиент для нас – это тот, который ни о чем больше не спрашивает, а через полгода, например, еще раз оплачивает счет. Но так не очень бывает, поэтому мы держим у себя консультантов, которые помогут ему там проконсультироваться, отвечаем на его вопросы. Раньше, чем битрикс, высылаем ему счет на продмени, раньше, чем битрикс за две недели, быстрее, чем он. И, в общем, всеми силами делаем, чтобы он о нас помнил. Хорошо, спасибо большое. Давайте еще один вопрос из зала, потом снова из приложения зададим пару вопросов. Вы снова микрофон в зал. Привет. Мне кажется, ты больше, чем я. Нет, нет, давайте представляться. Я, Борис Лихачев, не представился. Я Алексей Акаров, учритель Пинол. У меня вопрос такой. Скажи, пожалуйста, ты по вторичным продажам уменьшаешь процент менеджера по сделке? Сейчас у нас… И вообще меняется ли у вас это? Если это полноценная продажа, то она идет в тот же, ну, с тем же коэффициентом. Нет, если мы говорим именно о продлении вот этого ребятам. А если это продление, то там другой КПА, там просто… То есть есть динамика, да? Да, то есть человек, который занимается продлениями, у нее… А это другой человек или тот же самый менеджер? Да, это другой человек. Спасибо большое за вопрос. Вопрос из приложения. По поводу выручки. Это только Bittrex24 и BUS, и если не секрет, то какое сейчас у вас отношение по продажам сайтов и порталов? Я специально не смотрел эту сумму. Не скажу. Хорошо, спасибо большое. Есть еще вопросы из приложения, Наташа? Да, вот я был… Давай еще один, и потом снова в зал передаем микрофон. Я вижу поднятые руки. Что вы продаете во время поддержки? Во время поддержки мы продаем все, что мы можем продать. Мы продаем саму поддержку, мы продаем лицензии, мы продаем домены хостинги, мы продаем продвижение, если это клиенту нужно. Мы продаем, если это не укладывается в рамках поддержки, мы продаем это как новый проект. Мы продаем там доработки дизайна. В общем, все, что можно продать, все это вот туда. Хорошо. Так, микрофон передали, да? Вопросы зала. Я прошу, представляйтесь, пожалуйста. Наталья, компания Dizage Studio. Роман, были ли у вас такие ситуации, когда вы проработали клиента, но он либо сам, допустим, купил лицензию или сделал заказ у другой компании? Если такие ситуации были, то как вы решали их? Спасибо. Он сделал заказ у другой компании. Что дальше? Он хочет у нас там внедрение или что? Я понял. Такие ситуации происходят постоянно. Мы с ним работали, 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 и он решил купить у другого. После этого он у нас остается в клиентской базе. Когда до него дойдет очередь, мы ему опять позвоним. Опять же ситуация такая, что рынок услуг – это рынок сложный. Если ты не оправдал ожидания клиента, это легко очень добиться, да, что ты не оправдал ожидания клиента. Он думает, ну вот заказал бы в IT-констракт, было бы все хорошо, он к нам опять возвращается, и все счастливы. Но иногда не возвращается. Ну ничего страшного. Всех денег не заработаешь. Спасибо. Следующий вопрос. Александр Милевский, компания InfoExpert. Ром, я здесь рядом с тобой. Спасибо большое. Есть полезные мысли, и приятно, что они, как это, коррелируют с моими. Вопрос вот какой. Про продление буса. Мы с тобой прекрасно понимаем, что есть большое количество сайтов, не обновленных, мягко скажем. И мы понимаем, что есть риски, когда мы продаем продление, что при накатывании обновлений произойдет что-то не очень хорошее. Вот как вы обходите эту историю, и как вы продаете восстановление, по сути, обновления? Спасибо. Да, спасибо. Очень важный вопрос. Значит, смотрите, мы для себя приняли такое решение. Мы продаем лицензию на обновление, да, ну вот то, что Bittrex, да, вот это. Это возможность получить обновление. Так же, как вот есть карточка аварийного комиссара, вы можете позвонить, и к вам приедут. Но если вы это обновление не накатили, или не хотите накатывать, это ваша, в общем-то, ну, добрая воля. Вы можете нам заплатить, что мы это обновление установим, и это будет для интернет-магазина, для обычного интернет-магазина, гораздо дороже, чем там 8 тысяч на продление малого бизнеса. Но вы можете не накатывать это обновление, но у вас эта возможность должна быть на всякий пожарный случай. Если вдруг что-то случилось, вы могли бы к нам обратиться, и мы могли бы это обновление накатить. То есть нужно разделять лицензию на продление и возможность эти продления, вообще говоря, получить, и само накатывание обновления, которое для продакшен, интернет-магазинов, не надо делать очень часто, там, раз в три месяца, раз в полгода нормально. Спасибо большое. У нас микрофон в эту часть зала уже переходит. Небольшой вопрос. А сколько у вас разработчиков? У нас сейчас суммарно, что там, типа 10 программистов, два тестировщика, один верстальщик и технический директор. Ну вот как-то так. Четыре менеджера по продажам, три менеджера проектов, один менеджер, ну эксперт по продукту. Друзья, пожалуйста, вопросы через микрофон. Бойцов Дмитрий, компания Сервис ТВ. Вот вопрос по Bittrex 24. Когда клиенту продали Bittrex 24, а он при внедрении сталкивается с проблемами, что у него персонал, и он сам не может работать с продуктом, ему сложно. Вы как решаете этот вопрос клиентам? Если клиенту сложно работать с Bittrex 24, мы предлагаем ему обучение. Если ему обучение не помогает, то клиенту сложно работать с айфоном, не работать с айфоном. Спасибо большое. Следующий вопрос. Владислав Танасов, NiceDo. Роман, подскажите, пожалуйста, пару слов про приложение 24, про вашу работу с Marketplace. У вас отряд программистов. Что вы делаете? У нас очень мало-мало программистов. Это 10 человек вообще ни о чем. Мы не делаем приложение Bittrex 24 вообще. Не планируете? Мы бы хотели, у нас нет ресурсов, но у нас все раскупили клиенты. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Анислав, компания Sotbit, ты сказал, что продажи у вас упали по Bittrex управления сайтом, и что для этого собственные решения нужны. А не планируете ли вы как раз-таки разрабатывать собственные решения для Marketplace? Мы очень хотим, но у нас все ресурсы программистов выкуплены клиентами. А новый штат? Ну вот они почему-то вот по щелчку пальцев не появляются. Хорошо, спасибо большое. Антон Кисляков, компания P-Web. Рома, рад тебя видеть. Как всегда, не меняешься. Спасибо за доклад. Наверное, вопрос будет такой. Есть ли траты на маркетинг? И считал ли ты в процентном соотношении от твоего оборота? Еще раз, процент… Процент твоих трат на маркетинговые действия компании от твоего оборота. Понятно. Ну, суммарно мы на маркетинг сейчас между миллионом и двумя тратим. Хорошо, друзья. На один вопрос у нас осталось время буквально. Здравствуйте, Роман, Александр, Automation Technologies. Спасибо за интересный доклад. У меня вопрос, практикуете ли вы, интересно ли вам работать с другими партнерами и выступать в качестве технического партнера для них? Ну, я, наверное, еще раз давайте повторюсь, что вот и по Bittrex24, и по сайтам количество прямых заявок на вот это вот все программирование превышает наши возможности. Поэтому мы работаем с клиентом напрямую. Вот это, ну, вот так вот. Друзья, замечательно. Ваши аплодисменты Роману Петрову, компания IT Construct. Мне кажется, очень живая дискуссия у нас получилась.